Всем привет! Это мое будет первое видео, показывающие мои принципы работы в 3DMAX. Данная версия Max, в которой я работаю 2018. V-Ray установлен Next. Приступим. Итак, сцена. Я зануляю сразу настройки, выбираю скетч, чтобы показать процесс настройки, выставления. Работаю я в основном на CPU, пока еще. GPU пробую понемножку, но в основном на CPU, потому как у меня видика пока еще нет. Когда приобрету видеокарту, тогда буду показывать и GPU-шный рендер. С чего начнем? С самого начала, как правило, начинается с метрики. По крайней мере у меня. Должна метрика соответствовать в этом окошке и в этом окошке. Здесь и здесь. Миллиметр и миллиметр. Самое первое. Что-то программа правильно считала окошки световые. Расстояние до камеры, расстояние до источника света. У нее не было каких-то разногласий внутри самой системы просчета. Дальше. После выставления метрики выставляю plane. Предмет наш. Центрую проверяю центру по оси координат, чтобы это все было в ныне. Выставляю камеру. По настройкам камеры. По настройкам камеры. Пока в сторонку. Посмотрим, что у нас здесь. Здесь я ничего не трогаю абсолютно. Контроль экспозиции осуществляется отсюда. Грей контроль экспозиции. Единственное. Я не использую Specify Focus. Выставляю свой угол камеры. Тот, который мне нужен. Для интерьеров. Для экстерьеров. Вертикальный это кадр. Или горизонтальный это кадр. Для предметки. Чаще всего я использую квадратный кадр. И угол камеры 170 на 36. Иногда использую меньше. Где-то 125. Ну, это редкость. Чаще всего для каталожной съемки. Вот именно такие. Такое сочетание идет. Таргет я, как правило, отключаю. Но пользуюсь ним. Нам здесь размытия всякие не нужны. Поэтому он нас интересует. Так. Дальше. Здесь настройки. Здесь настройки. Шаттерсты 50. Фнамбер 35. ИСО 200. Баланс D65. Все. То есть этого достаточно. По освещению. Я использую карту. То есть накидываю карту. HDRI. У меня она уже накинута здесь. Вот. Сюда. Она же используется. Инстансы. Сюда. на Верай дом. На Верай доме. В NEXT. Именно в Верай NEXT. Появилась такая вот. Клюшечка. Адаптивный дом. Включать. То есть адаптивный свет в этом движке более быстрее считает, чем не адаптивный. Кстати, это очень актуально в предметке, не очень актуально, а в интерьерке и экстерьерке очень актуальна эта галочка. Особенно в интерьерах. То есть нам нужно будет использовать порталы, если включена эта галка на вероидоме. Это что касается интерьера. Что касается предметки, я ставлю все равно, потому как предметы бывают стеклянные, бывают сложными изломами, бывают. То есть все равно она считает быстрее, чем по умолчанию обычный свет. Здесь настроили, здесь настроили. Эти вещи я, как правило, замораживаю, чтобы их потом не сдвинуть случайно. И продолжаю работу уже с нашим предметом непосредственно. То есть на предмет набрасываются материалы. Покажу сейчас настройку фона подложки. Это обычный Vray MTL в раппор с дефолтными настройками. К нему привязываю MTL Vray, обычный тоже материал, с дефолтными настройками также. Единственное, я к нему подвязываю карту на опасике, карту прозрачности. То есть черный у нас отсекает, белый у нас оказывает. Боевик тень. Все. То есть на этом его настройка этого материала закончилась. Дальше. В Vray Next появился такой новый материал. Vray Switcher. То есть Switcher. В него можно накинуть кучу всяких материалов. До 10 штук. И указываю здесь, какой именно материал будет работать на Vray. Сейчас покажу, чем он мне, по крайней мере мне, чем он натурен. Именно этот материал. Так. Дальше. Это настроили, это настроили, это настроили. Идем к настройке. Теперь самого движка. Визуализация. Здесь соотношение один к одному. Здесь для пререндеров ставим 3 минуты. Этого достаточно вполне. Цветовая схема. Я не работаю с рейнхадами. Работаю с линейным. Лагами я работаю 2,2. То есть единитель меня не устраивает. Не устраивает. Объясню почему. Если работать в единице, а не в двойке, то вытягивать изображение гораздо тяжелее. Из темного в светлое. А вот из светлое в темное гораздо легче. То есть лучше сделать более контрастным и немножко притемнить уже в фотошопе, чем получить темный рендер и потом в фотошопе его осветлить. Потому как когда мы осветлим изображение изначально, в тени может быть шума. И он, как правило, там есть. И когда мы осветляем изображение, появляются шумные места, некрасивые, которые выходит изображение. А если наоборот делать, то есть перетеменять, то наоборот мы прячем этот шум. Уходим, так сказать, от него. Поэтому я использую такую схему. Но это на любителя. Каждому свое. Дальше. Я использую прогрессив для пререндера. В принципе, и для рендера тоже. И используюсь еще этой вкладочкой в RightMTL. Он помогает мне делать предварительные рендеры. В него я ввожу этот свитер. Также я исключаю эту подложку. Я сейчас покажу, почему я ее исключаю и объясню об основе. VG я переключаю с LightCash на BruteForce. Для предварительного рендера мне это удобнее, потому как он не будет. Я не буду ждать, пока он считает LightCash, а сразу же будет идти рендер. Так быстрее. Теперь. На данном предмете он у нас небольшой, поэтому я не буду здесь включать никакие динозеры, ничего. Они мне не нужны в данной ситуации. И так как я буду просто настраивать свет, то есть мне там особо высматривать нечего. Здесь включаем G, и то же самое скидываем в нашу карту освещения. В принципе, все. Запускаем наш рендер. Здесь, чтобы можно было плацать по окошкам, бегать, изначально мы вставим окно, где у нас включена камера. Например, это окно, или это окно. Вот это окно, например. И здесь есть вот такой вот замочек. Он выбирает, какое окно мы замкнули. Все, мы закрепили это окно. Теперь только с этого окна будет идти рендер. То есть не важно, что будет, допустим, в этом окошке. Неважно, мы между окнами переключаемся, рендер продолжает считаться из этого окошка. Здесь. Дальше. Когда мы накидываем вероинтел, оверлайт мтл используя, он у нас отсчитывает полностью все предметы в сцене, которые есть. Для того, чтобы нам не мешала эта подложка, а считалась именно темью, как мы хотим видеть на брендере, и не мешала настраивать освещение в этих местах, мы переходим в Exclude и Shadow, как мы не подписываем этот плеер, помещаем сюда. Это у нас окошко стоит на Exclude, это исключить. Из этого списка исключить. Все. Подтверждаем. Здесь обновляем. Ладно. Получается такая интересная штука. Дальше. Здесь вот сероватенький такой фон, да? Для понятия правильного света, пересветов, я делаю вот так. Открываю бэграунд здесь, добавляю слой. Это просто в фотошопе нарисовано квадратное изображение с разрешением, не помню уже какие. Сейчас посмотрим. 5 на 5. Может, кому-то там много будет, может, и 2 на 2, потому как ничего нет. Просто чистый белый, 2,5,5 цвет. Он сейчас подгрузится. И вот, когда он стоит, этот бэг, теперь нам четко видно все контрастные места, не контрастные места. Нам гораздо удобнее воспринимать. Так. Вот тут настроили, тут настроили, теперь можем это закрыть и перейти к визуализации. Настройки освещения. У меня уже она настроена, на данный момент, да? Сейчас мы ее перерисуем там. Или, по крайней мере, я покажу, как ее нарисовать. Ну, у меня тут уже подгрузилась сцена. Вообще, я запускаю эту программку Live Studio. Нажимаю экспорт сцена. Она экспортируется сюда. Появляется вот такое тоже здесь интерактивное превью. Это можно перемещать окошечко. Это можно делать крупнее, мелче. Масштаб можно выделить регионом. Какой-то кусочек приблизить. Это центроват. А это оказывает нам, на какой мы карте стоим, он оказывает нам, куда переместить, в какую точку переместить центр источника света. Это у нас источники света. Вот отсюда и пошли выше. Это у нас показывает, какие источники света работают в сцене. Это у нас премьер HD-арайки. Соответственно, инструментарий к ней двигать, увеличивать, подвигать, масштабировать. Это настройки источника света, который у нас выделен. То есть, если мы выберем этот источник света, это будут настройки его. Это интенсивность. Это прозрачность. В принципе, все подписано и указано, поэтому мы думаем, что могут возникнуть вопросы. Для людей, которые уже работают на один год, можно это центровка по вертикали, это по горизонтали, это масштабирование источника света. Это вращение. Данная ситуация у нас очень простая. Два источника использовал. Этот источник использовал этот спадающий. Уходящий в тени. Все. То есть, сохранить карту. Это вот нажимается HD-арай, указываем путь, убираем резолюцию, указываем формат, который мы хотим иметь. EXR HD-арай, флайер. Указываем место, куда она идет. Это указанная пола профиля. Менеем это или какой-то еще. Указываем глубина карта. 16, 32. Применяем. Нажимаем Render. И она рендерится указанное место. После этого она применяется сразу же здесь. И вуаля. У нас все настроено. Дальше только дело техники. В данной ситуации я не прорисовывал HD-арай, это верхний источник света. Я больше предпочитаю такой физический в программе источник. Делаем большинку, правого. и поднимаем. Идет пересвет, переотражение. Чтобы убрать это, убирая Reflection, чтобы он не срабатывал лично, перехрептуал не давал. Они нам в данной ситуации не нужны. И убираем пересвет предмет приблизительного соответствия. Так как тяжело на черном будет видеть, пересвечивает он или нет. нужно переключиться на белый материал. Это вот легко делается с помощью свечера. Чем он, кстати, удобен. Вот если на черном не было видно, то на белом видно, что у нас он слегка засвечен. Можно делать его еще мягче. приблизительно даже еще мягче. Плюс минус вот с этой частью. Все. Пожалуйста, готово. И теперь дальше уже работаем именно подтягиваем. Меня подтягиваем здесь соответственно. Тон цвет, допустим, там троечку. Здесь немножко тоже нужно подправить тройками. Все-таки 3,5 лучше работает. Можно точно так же еще картой поработать. Здесь будет за 10 вот материала. Какой материал у нас используется. То есть если мы поставим 7 мурочкой, то соответственно нужно будет подправлять немножко свет. Это можно делать HD райка. Здесь указывают более резко сделать. более ярко. У нас есть все равно заслит. Можно поставить все-таки вернуть на единичку. Немножечко добавить к самому гостю. Также можем здесь еще немножко отправлять. преувеличить. момента, который мне нравится. Также здесь можно немножко преувеличить свет. Белый работает по-своему, черный по-своему. То есть каждый материал работает по-своему. Также можно немножко подтягивать те же сам материал. этого основная устройка есть. Теперь нужно просто подтянутить соответствующего уровня. Все будет красиво. Здесь у нас такие косяки. Это из-за того, что нет развилки по этому предмету. И поэтому оно так колбасит. Чтобы убежать от этих некрасивых штук, нужно накинуть такой быстрый по идее должен это дело перекрыть. не перекрывает. Если не перекрывает, значит нужно убрать из-за под результата. Конечно, включим. Раз. Косяки ушли. Это из-за того, что нет развилки. Если была развилка, оно работало так положено. основа, так и создаются изображения. По крайней мере, схема освещения одними и тем же алгоритмами. Алгоритм вот именно такой. В дальнейшем буду показывать, как я работаю с шейдерами и еще покажу интерьер. Как создаю интерьер с самого нуля. Как разводятся стены, как делаются окна, двери, проемы, раконные, дверные. Как создаются принтуса. Для того, чтобы показать вам именно свои наработки, делиться своими интерьерами. Может быть, кому-то поможет. На данный момент наверное все. Спасибо за внимание. Если нравится, если толково, то пишите, говорите и будем продолжать. Давайте предложение про что именно снимать и про что именно рассказывать. Все, всем пока.